В этом году вырожай предельный по количеству плодов и плоды измельчали в среднем в два раза. Вот, на глазах у этой съемочной группы телевизионной мы решили устроить небольшое шоу. Вот, за неделю, здесь два ведра мы до этого собрали, потом спохватился, и шесть дней не давал ни одной собирать ягодки отсюда. Они сыпались, сыпались. Так, приготовила была видеокамера и, внимание, группа из Тимофея Николаевича. Вот он, жаль, если куда-то возьмет мою фамилию, тогда он не пропадет в этой жизни. Но это другой разговор. Итак, вот этот коллектив, он и его мама, я ее называю садовой фотомоделью. Вот, начали сбор. Стояло десять ведер. Когда они закончили, ну, я потом фотографии другие покажу, оказалось, что не собрано еще четыре-пять ведер. Итого получилось четырнадцать. Так. А интрига впереди. Вообще-то они уже были слежалы. То есть ведро, десятилитровое ведро официальное, да, десятилитровое. А них получилось, туда влазило, как ведро за полтора, потому что они сплющивались уже, слежались. Но это ладно. А интрига, знаете, в чем заключается? Может, это же видно, нет? А вот, видите, ветки, вот сверху. Так вот, когда все это было собрано, посмотрели мы наверх, я и комиссия, то есть комиссия, это по правилам, телекомпания. Вот, так вот, на этом дереве висело столько же абрикосов, как будто ни один не упал. То есть здесь на дереве, на этот момент, когда было собрано десять ведер, ну, на другой день еще четыре или пять, оставалось столько же. То есть урожай немыслимый. Но и дерево непростое. Вот. Я вам показывал не раз. Это дерево я называю раскрытие естественное, не искусственное, скалечивание дерево. Естественное, раскрытие чаш. Вот. Их работа превращается в косточки. Это маленькая часть того, что будет собрано. Я официально заявляю, что в этом году я соберу с помощью своих помощников от ста до двухсот тысяч косточек. Вот. Слабая надежде полпроцента, что все-таки за это время, пока они будут у меня храниться, наши передрузки, власти, к садовой власти. Нет, мы не политики. Политика – это не наше дело. Мы мирные люди. И этот самый бронепоезд – это наши сады. Вот. И мы надеемся на... Я надеюсь на то, что если это все поменяется, там наверху, если туда приют люди, настоящие садоводы, может, кто-то из нас прорвется, я еще буду представлять наших с вами героев, то тогда окажется, что во все... Помните наши эти самые... на Украине это растет. Значит, при полярном округе я показывал, мои косточки растут и превращаются в персики и бандрикосы. Вот. На Калининграде растут, на Соколине растут. Вот это все, все 100 или 200 тысяч косточек должны разъявиться по всей стране. Но уже науки. Еще я скажу. Просто так науки, их сейчас вручать нельзя. Самые отчаянно, самые серьезные садоводы в течение сотен лет, и включая последние десятилетия, не знали, так сложилось. Я следил за всем этим. Я вступал в конфликты, я вступал в споры. Вот. Мне даже не удалось переубедить, когда, говорю, что косточка закопана на несколько сантиметров, так и остается на этой глубине. А основание штамма под землей в таких местах может умереть через 5-10 лет. Поэтому связи никто не видит. В целях местах сразу или через год-два. Вот. Ну, как то же самое северо-запад России, да? Вот. Или при Черном море, или при море. Вот этого не знаю. Вот это все в научных садах сейчас будет уничтожено. Почему? Вот. Было, что со мной вступали в спор и говорили, а уже все? Слово не воробей, уже в книгах, и человек не может морально отказаться от своей ошибки. И говорит, нет, мы все равно надо закапывать на 5-6 сантиметров. И сразу скажу, сразу, это же учеба. Почему не все погибает? Как правило, высаживается школкой, и я вас учу высаживать школкой. Ну, то есть, как огород. Ну, не как, конечно, там, морковку, но как помидоры. Таким, с такой вот этой самой. Вот. Там, метр на полметра высадили, а потом все равно пересаживать. Теперь пересадка, а также заглубление всегда есть, она спасает. Ну, я вам столько фотографий уже проверил, сотни. А отказаться этого не могу. А вдруг, правда, все 100 тысяч или 200 тысяч костик у меня выкупит наука. Вот. А потом окажется, ой, что-то не то. Да, она не... Да. И вот это вот 90, 95 и 99 процентов от сходов зашедших погибает не от замерзания, а слова замерзла, все, даже там, где, говорят, у нас никогда не бывает даже 30. 25, 28, но редко 30. Вот. Слово замерзает, это неправильно. Они сгнивают. Заморозить борькость практически невозможно. Вот. Столько я вам наговорил в надежде, что я назвал это все, видите, маленькую часть, я это назвал «Золотой запас России». Вот. Это, знаете, где хранится часть от него? Вспоминаем Шпеттберген, миллионы семян ждут катастрофы. Вот это, а вот эти, наверное, не закладывали даже. Пшеницу закладывают, просо, овес, беричиху, наверное, много все закладывают, даже дикоросы закладывают. Но вот это вряд ли. Почему? Да никого их больше нет. Чуть подробнее потом скажу, в чем их особенность. Почему эти от таких же костик отличаются, если они выросли без некоторых условий? Спасибо.